Здравствуйте! На канале Гагарского телевидения информационный выпуск «События недели». Сегодня в выпуске. Юбилейный вечер Бориса Кихирипа. Ведутся археологические раскопки. Чище в городе не стало. Дети провожали осень. Турнир по вольной борьбе. Проходили соревнования по шахматам. 27 ноября в Пицунской средней школе номер один прошел вечер памяти, посвященный 80-летию видного общественного деятеля, борца за национально-освободительное движение Абхазии Бориса Григорьевича Кихирипа. На памятном вечере присутствовали семья Бориса Григорьевича Кихирипа, его друзья, соратники, коллеги, депутаты собрания Гагарского района, руководство города Пицунда, работники отдела образования Гагарского района, а также студенты Гагарского гуманитарно-промышленного техникума и учащиеся Пицунской школы. С приветственными словами перед собравшимися выступила директор Пицунской первой школы Донна Малиа. Она отметила, что Борис Кихирипа внес большой вклад в развитие данной школы. Она была открыта в 1987 году, и с этого периода по 1992 год директором школы был Борис Кихирипа. Работая с детьми, он уделял большое внимание сохранности родного абхазского языка и истории Абхазии, тем самым прививая любовь к родине и своей нации подрастающему поколению. Затем учащиеся школы прочли стихи, посвященные Борису Кихирипа, рассказали его биографию. Все выступавшие, вспоминая разные эпизоды, связанные с Борисом Кихирипа, отмечали его главное качество – патриотизм. Выступая на различных собраниях и митингах, Борис Григорьевич смело говорил о проблемах Абхазии. Вспоминала его коллега, ветеран войны, депутат собрания Гаговского района на нуле богатылия. И он не ленился принимать сложные решения, добавила она. О его преподавательской деятельности в Пицунской школе рассказала преподаватель Пицунской школы номер один Светлана Зухубая. Когда наша школа открылась, у него была устоявшаяся работа, у него все было, свой коллектив. Дети, которые его любили, успешная школа, причем огромная на Циби русская школа. И вот надо было все это оставить и прийти на новое место и начать все с нуля. Это было очень сложно. Но он это сделал, он это смог, потому что, если вот анализировать, какой был у него характер, в первую очередь надо сказать, что это был патриот глубокой души. Он любил свой народ, он любил свой язык, он любил свою родину. И все остальное было все подчинено вот этому всепоглощающему чувству патриотизма. Также на вечере памяти выступил глава администрации города Пицунда Беслан Ардзенба. Он оставил неизгладимый след в истории национально-освободительного движения Абхазии. О таких личностях нужно помнить и говорить чаще, отметил Беслан Ардзенба. Друзья и соратники Бориса Кихирипа, вспоминая его, также отмечали, что он был борцом не уступавшим трудностям, всегда видевший перед собой цель и шедший только вперед. Он заряжал всех желанием действовать и улучшать жизнь нашего народа. Именно это и другие качества отличали его от других, делали его лидером. Борис Григорьевич Кихирипа был разносторонним человеком. Так, благодаря его усилиям формировалась топонимика нашего района в послевоенное время. Приступали к установлению памятников погибшим бойцам в Отечественной войне народа Абхазии, вспоминали выступавшие. После внук Бориса Кихирипа Нарт Кихирипа зачитал стих, посвященный своему деду. По завершению памятного вечера со словами благодарности от всей семьи выступил сын Бориса Кихирипа Лаша Кихирипа. В селе Лдзана территории частного участка ведутся археологические раскопки под руководством старшего научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля, кандидата исторических наук Руслана Борцец. Вся территория Пицунды богата древним археологическим материалом, и она всегда интересовала ученых, историков, археологов не только Абхазии, но и других стран. Сегодня, благодаря их работам, мы знаем о нашем крае многое. Впервые археологические раскопки здесь начали проводить в первой половине XIX века. Ученые нашей страны знали о существовании водопроводной системы Аквидука на территории современной Пицунды и села Лдза. Однако, этот памятник древности изучен не до конца. Аквидук представляет собой водопроводную трубу в несколько километров с садозаборными башнями. Он служил для водоснабжения местных жителей и византийских легионеров в эпоху существования древнего городища Великий Питиунд. Сегодня археологи под руководством старшего научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Руслана Борцец приступили к изучению водозаборной башни системы Аквидука, расположенной в селе Лдза на территории частного участка. Здесь мы видим водопроводную башню. Таких башен, по сообщению древних авторов прошлых веков, было 8. И цистерна должна находиться где-то в отдалении от этого места, где-то несколько километров отсюда, на холмах или в ущелье, где проходила река Смырха. Буквально сегодня пришел один из местных парней, который показал еще одну такую водопроводную башню, что подтверждает сообщение древних авторов о том, что их было несколько. В данном случае у нас есть цифра 8. Но, к сожалению, она была уничтожена трактором во время закладки виноградных плантаций в 50-х годах для переселенцев из западных районов Грузии. И сегодня, вот только что я оттуда иду, в общем-то душа плачет, но памятник полностью разрушен и кусками разломанный валяется в овраге. Завтра мы с ребятами пойдем, начнем спасать этот памятник в том числе. А эта линия вот в очень хорошем состоянии сегодня лежит, мы около 100 метров этой линии мы сегодня открыли. Построилась с византийскими людьми, которые приезжали, которым нужна была чистая вода. Для себя они строили, но его использовали, конечно же, использовали местный труд, труд местных наших предков. И об этом говорит еще и то, что сами вот эти башни водонаборные имеют специальные отверстия для забора воды. То есть местные жители, принимая участие в строительстве этого водовода, находились в хороших отношениях с теми византийскими легионерами, людьми, которые этим занимались, для которых это строилось. В нормальных, хороших отношениях были и в знак благодарности, по всей видимости, сами строители дали возможность местным жителям также пользоваться этой хорошей, чистой и, по некоторым сообщениям, еще и лечебной водой. Над этим водоводом маленькие колодцы расположены с такими отверстиями, которые служили для отвода лишней воды. Во время паводка в ливневых дождей уровень воды поднимался, там, у источника, видимо, там была цистерна большая накопительная. И чтобы трубу эту не разрывало, делали вот такие отверстия, которые были прикрыты маленькими такими тоже квадратными плиточками, которые откидывались от давления воды. И трубопровод, вот этот водовод, оставался целым. Более точно, к какому веку относится памятник, будет установлено после его подробного исследования, отметил Руслан Барцыц. Однако на сегодня даботленно известно, что водопроводная система Агвитук широко применялась византийцами. Основная башня, мы говорим всегда, во всех туристических и исторических источниках, везде, современного нашего периода, говорим, вот башня, водораспределительная башня Агвитук, 10 век, везде все мы пишем. Пицунский храм, большой храм, 10 век, некоторые говорят 11, некоторые 9, но вокруг этого памяти, этой датой 10 крутится эта цифра. Но мне лично кажется, что и храм более древний. Есть много сообщений древних авторов, и русских, и других, которые датируют 6 веком. Тем более, что в 2006 году, во время ремонта и реставрационных работ, мы вокруг храма, мы обнаружили древние 4-6 веков фрагменты строения, которые также имеют отношение к этому большому культовому сооружению. И сама башня водораспределительная, она сама за себя, говорит, распределяла воду. И если распределяя линию, уходила дальше этого места, значит уходила в сторону древнего городища. Которую мы датируем 2-6 веком. Значит, вот эта водопроводная линия также и есть часть той водораспределительной башни, и служила снабжением хорошей чистой воды великого пятиунта, древнего городища. И датировка, а также, пока мы, в общем-то, осторожно говорим о датах, после исследования, анализа материала, который мы здесь раскопаем, обнаружим, и раствора, и техники исполнения, и анализа находок. Я думаю, что мы дату эту определим более конкретно, но в любом случае это будет не 10 век. Помимо башни, водопроводной трубы, какие-нибудь еще материалы были найдены? Внутри самой башни, я, в общем-то, предполагал, когда мы зачистили внешнюю часть башни, естественно, мы начали исследование внутри самой башни. Башня была заполнена так же, как и снаружи, где-то на таком же уровне метр-полтора, илом, песком, наносным материалом. И когда мы начали раскапывать, на глубине 20 сантиметров появились человеческие останки, то есть скелеты четырех захоронений мы сегодня уже вскрыли. Но видно, что это более поздние захоронения, они были сделаны после того, как самая водопроводная система потеряла свое значение, как система, по которому шла вода. Но какого периода, это, опять же, мы узнаем после того, как до конца исследуем. И я полагаю, что там могут быть еще и другие находки. А что касается интересных, кроме захоронений, для археолога захоронения очень интересные, они богато и информируют археолога. Но в данном случае без инвентаря эти костяки лежат хаотично, в общем-то, пока непонятно, какого рода характера эти захоронения. Но такие колодцы имеют, в общем-то, обыкновение, если отсюда брали воду, пришли с кувшином, кувшинчик разбился, значит, какие-то черепки остались. То есть, да, мы обнаружили фрагменты кувшинов для воды. И внутри, возможно, будут какие-то другие монетки. На счастье, кто-то мог кинуть монетку или еще что-то, какие-то находки. Мы нашли фрагмент абхазского, так называемого абхазского ножа, железный нож. Фрагмент, хороший фрагмент, но типично указывающий на то, что этот нож имеет форму современного абхазского ножа. Это тоже очень интересно, еще раз подтверждает то, что здесь жили никто другой, кроме как абхазы жили. Руслан Борцыц, к сожалению, отметил и о том, что во время строительных работ на территории Эпицунды уничтожаются древние памятники. Строительные бригады, натыкаясь на эти памятники, зачастую не зная о их значимости, безжалостно их сносят, повреждают или уничтожают. В связи с чем мы обращаемся ко всем жителям района в случае обнаружения подобного рода сооружения сообщать в администрацию по месту жительства. Археологические исследования на данном участке и поиск других водозаборных башень будут продолжены. Неоднократно в своих выпусках мы освещали проблему санитарного состояния нашего города, однако от этого вокруг чище не стало. Руководство управления городского хозяйства неоднократно обращалось к местному населению с призывом по соблюдению порядка и чистоты на городских улицах. На этот раз их внимание привлекла улица Саятнова. Вдоль данной улицы до сих пор не убраны рабочие каркасы, киоски, оставшиеся на этом месте со времени летнего периода. На сегодняшний день вся эта утварь приобрела вид мусора, который выглядит далеко неприглядно. Такая ситуация прослеживается и на других улицах нашего города. Из-за нашего потребительского, хамского отношения к своему городу очень тяжелое санитарное состояние. Вот видите, вот сзади меня там люди торговали, временные торговые точки были, поторговали, бросили, все ушли. Вот сейчас мы вынуждены сами убирать. Они наторговали, пользовались бесплатно электричеством, провода потянули и торговали, деньги заработали, бросили, и сейчас мы вынуждены убирать отсюда. Мы одни ничего не можем, власти ничего не могут сделать. Народ сам должен проснуться, уже пора проснуться на самом деле, следить за городом, за чистотой. Если сосед бросает, надо ему сказать, не делай, надо остановить. Если этого не будет, никогда не будет в городе порядка. Вы сейчас дальше пройдете, посмотрите, увидите, что творится. Выносят из дому, кидают, стихийные свалки организовываются по всему городу. А убирать, понимаете, это никогда не получится. Наша одна организация, наша не может ничего сделать в городе. Чтобы был порядок, надо совместная работа общественности, жителей города. Руководство района в свое время оказало помощь местным предпринимателям, дав разрешение на право выносной торговли. Летний период давно прошел, но никаких мер по устранению рабочей утвари и мусора не предпринимается. В связи с таким безответственным и безразличным отношением к своему городу, в отношении нерадивых предпринимателей будут приняты соответствующие меры. В частности, они лишатся права выносной торговли и возможности арендовать желающую территорию. В Гагарской средней школе номер 4 прошел ежегодный осенний бал среди учащихся 9-11 классов. Проведение ежегодного осеннего бала в Гагарской средней школе номер 4 – это сложившаяся традиция. Учащиеся 9-11 классов уже с начала учебного года начинают готовиться к этому празднику. В этом им помогают классные руководители и организатор школы Марина Ашхарава. У нас в плане воспитательной работы обозначено, именно такие мероприятия проводить. Детям очень нравится участвовать в этом мероприятии. И, безусловно, праздник осени для каждого человека, живущего на земле, имеет, наверное, особое место занимает. Почему? Потому что это праздник урожая, в каждой семье это достаток, это отношение к труду, отношение наших детей, ценить труд другого человека. Безусловно, без праздника осени ни одна семья не обходится. Это большой праздник. Сам бал был поделен на несколько конкурсов. Это конкурс выхода на сцену в красивых платьях, литературный конкурс, где были зачитаны отрывки из произведений русских писателей, и, конечно же, составление экибан из цветов и фруктов. Обязательным условием всех конкурсов было максимально отобразить осень во всех ее прекрасных красках. Каждый конкурс оценивало жюри, в состав которого входили педагоги школы. Победители были награждены призами. Этот праздник имеет большое воспитательное значение, так как воспитывает в детях эстетическое отношение к себе и друг другу. С 24 по 26 ноября в городе Гагра проводился второй республиканский турнир по вольной борьбе. В этом году турнир был посвящен 20-летию освобождения Гагрского района. Турнир организован Комитетом по делам молодежи и спорта администрации Гагрского района. Целью данных спортивных мероприятий является распространение идеи олимпийского движения, повышение уровня мастерства и укрепление дружеских связей. В этом году в турнире приняло участие более 180 юных борцов со всех районов Абхазии. Ребята показали отличные результаты. По сравнению с прошлым годом, как отметили мастера спорта, уровень юноши возрос. У нас на самом деле спортивное высшее мастерство Республики Абхазии намного выше стало. У нас очень много спортсменов занимаются уже в России. Они все находятся в ЦСКА. Около 10 спортсменов. У нас есть там знаменитые борцы, призеры мира, серебряные призеры чемпионата России. У нас плеяда именно борцы, которые сегодня делают все возможное и показывают хорошие результаты. Наша вольная борьба сегодня улучшилась намного. Успешно завершился второй республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный 20-летию освобождения Гагарского района. В этом году приняли участие дети и юноши 181 участников. Уверен, это будет традиционным турниром и с каждым годом число участников будет увеличиваться. Также хочется сказать, что этот турнир, надеемся, что он будет международным. Этот вид спорта стал, как известно, популярным после победы нашего соотечественника Дениса Царгуш на чемпионатах мира Европы и Олимпийских игр. Я хочу поздравить детей наших дорогих с успешным завершением второго республиканского турнира по вольной борьбе в городе Гагра. Пожелать им здоровья и спортивных высот. Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками. В будущем организаторы турнира планируют придать ему статус международного. В рамках 17-й Спартакяды школьников 30 ноября в Гагрской средней школе номер 3 проходили соревнования по шахматам. В них приняли участие представители 12 школ Гагрского района. Соревнования по шахматам среди школьников проводятся ежегодно. Отрадно отметить, что в этом сезоне заметно возросло число участников, их 24. Перед началом игр к юным шахматистам обратился главный судья турнира, который ознакомил их с правилами соревнований и определил состязающих игроков. После участники приступили к первым партиям игр. По итогам встреч определились не только победители, но и те, кто будет представлять наш район в республиканских соревнованиях по шахматам. Польза турниров по шахматам бесспорна. С одной стороны, соревнования мотивируют ребенка, укрепляют интерес к игре и занятиям, а с другой способствуют развитию мышления. В связи с погодными условиями уровень воды во многих источниках понизился. Местные жители обеспокоены отсутствием нехваткой воды. Руководство Гагрского водоканала прокомментировало данную ситуацию. Воды нет в городе, когда только мы ремонт делаем. Мы стараемся предупреждать. Но единственное, что воды нет, может быть, это по электрической части. Это когда света нет. А так у нас, в принципе, всегда идет вода. Если считать колхиду, где идет самотечная вода, колхиде, там есть источник кольки, который почти высох. Плюс еще одна насосная в колхиде есть, тоже сухая. Там хватает на максимум 20-40 минут воды на один насос. И мы включаем, начинают насосы загачивать ил и песок. Приходится отключать. Так что жители должны потерпеть, выждать вот сейчас погоду. У нас с лета нет дождей, реки почти все высохли, источников воды нет. Ольгинка, то же самое творится. Ольгинка, Евгеньевская и колхида. Все. Ну, репруа, есть вода, и только от нас независимой причины воды нет. А так, по нашей причине практически не бывает. Если будет что-то по нашей причине, мы заранее предупредим жителей. А так мы к зиме готовы? Мы готовы, к зиме готовы. Есть у нас и подшипники, и насос дополнительный есть. Так что проблем не будет. Если только со светом будет нормально, у нас никаких проблем. На этом информационный выпуск событий о неделе подошел к концу. А я же прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова